Здравствуйте! В эфире «Время новостей МИА». С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Горностаева. Смотрите сегодня в выпуске. Ребенка за сутки. Миграционная служба проводит новогоднюю акцию. Выборы президента России все ближе и ближе. О намерении Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру стало известно вчера на встрече, посвященной 85-летию Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. Несколькими часами ранее Путин после речи на церемонии вручения премии «Доброволец России-2017» спросил волонтеров, поддержат ли они его выдвижение на пост президента. Толпа отобрительно крикнула «да», после чего глава государства пообещал принять решение в ближайшее время. На заводе в Нижнем Новгороде один из сотрудников напомнил Путину его слова на форуме «Добровольцы». Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок. Цитата размещена на официальном сайте губернатора. В сообщении Борис Дубровский отмечает, успехи Челябинской области последних лет тесно связаны с именем, идеями и инициативами Владимира Владимировича. Те стратегические решения, которые принимались и принимаются главой государства, определяют будущее нашей страны. В них видна логика, последовательность и перспектива. Все они четко увязаны с развитием нашей страны, улучшением качества жизни граждан, формированием промышленного потенциала России, укреплением веры в свою страну. Предвыборная гонка должна официально стартовать до 17 декабря. День голосования назначат на март 2018 года. Объявления об этом, наверное, нет. Филиал ветеринарной станции в жилом доме. В прошлом году ветстанция передала городу несколько земельных участков и здания в старой части города. А взамен получила помещение в здании бывшего суда на улице Романенко. Но депутаты не одобряют такое решение, хотя самим жителям дома ветклиника пока не мешает. Уже больше года филиал Чебаркульской ветеринарной станции располагается в центре МИАСа по адресу Романенко 26, где раньше был городской суд. Переехали сюда из большого помещения в старой части города, которое было специально построено для ветлечебницы. Частный дом передали в собственность администрации, а городская управа взамен пообещала подарить ветстанции помещение в цоколе жилого дома. Самим жильцам дома клиника не особенно мешает. Относится к такому соседству скорее настороженно. Ну она чуть меньше года здесь. В принципе вообще никаких неудобств мы не испытываем от этого соседства. Даже как бы с ними у нас хороший контакт установился. Если ее отсюда уберут, конечно возникает еще вопрос, а кто будет вместо нее. Говорят, что здесь хотят разместить приют для животных. Ну это тоже наверное было бы неправильно. Ну то есть я не знаю, может что-то еще другое такое. То есть надо конечно смотреть. Администрация, к сожалению, с нами ничего не согласовывает и в известность не ставит. Настороженность жителей вызвана активностью депутатов. На недавней комиссии был поднят вопрос о безвозмездной передаче площадей Чебаркульской ветстанции. Народные избранники отмечают, что размещать лечебницы для животных районного значения в жилом доме незаконно. Во-первых, должно быть решение собрания жителей, согласие на то, что будет такое размещение. Это связано прежде всего с тем, что жилые дома, как правило, оборудованы вентиляцией, которая с первого и до последнего этажа общая. В этом же здании недавно открыли реабилитационный центр для детей-инвалидов. У них также общая вентиляция с ветклиникой. На вопросы о том, насколько необходимо размещение ветеринарной станции именно в этом помещении и чем конкретно будут заниматься в лечебнице, мы ответа не получили. Пока я не могу прокомментировать ситуацию, потому что я в нее не вне, лично не владею. А оценить ее со слов ваших других третьих, пятых, мне уже эту информацию говорили, я, к сожалению, не привык. Мое мнение одно. Разберемся, есть нарушения в стране, нарушений нет. Значит, будем людям доказывать, что это необходимо, что это можно, что это ничего не нарушает, и это полезно. Руководитель Чебаркульской районной ветстанции объясняет свою неосведомленность тем, что недавно приступил к своим обязанностям. Обещал приехать и разобраться в ситуации. Мы также будем следить за развитием событий. Сменили управление. В начале октября к нам за помощью обращались жители дома по адресу «Революции-2». Они были в отчаянии, не могли найти общий язык с управляющей компанией. Огромными усилиями после криков и писем губернатору жильцам удалось перейти под управление другой компанией. Меньше чем за месяц жилком сделал то, чего жители добивались четыре года. Как раз под нами находится тепловой узел. И поэтому мусор весь сметался туда. Мы буквально попросили, заделайте эту дырку. Все заделано. Вот без проблем. Я говорю, они слышат нас, моментально слышат. Жильцы дома по адресу площадь «Революции-2» радуются новым доскам объявлений, отремонтированным подъездом, тому, что свет теперь горит на всех лестничных площадках. Дом был построен в 2013 году и обслуживался компанией «Техком». За это время у жителей накопилась масса проблем и вопросов к управляющей компании. Жильцы добились перехода в другую организацию и сразу же заметили изменения. До ноября месяца нас обслуживала управляющая компания «Техком». С ноября месяца нас теперь обслуживает управляющая компания «Жилком». За месяц, буквально за этот месяц, компания, которая от нас еще не получила ни копейки, сделана действительно очень огромная работа проведена. Четыре года с момента постройки дом был без опознавательных знаков. Только сегодня появилась табличка с адресом. Вместе с руководством компании «Жилком» жители уже наметили план работ на будущее. У здания проблемы с кровлей и наружной обшивкой стен. По протечкам по кровли, да, действительно, мы обследовали, есть протечки, но так как это делается все в плюсовую температуру, сейчас уже у нас зимний период, провести данный вид работ мы будем планировать только на весну 2018 года. По подвальному помещению скажу еще, что буквально через четыре дня нашего управления приехала жилищная инспекция с осмотром. Нам было рекомендовано выполнить определенный вид работ, что мы уже на сегодняшний день все выполнили. Главное, что после долгой и упорной борьбы за свои права, жителям все же удалось добиться перехода в управляющую компанию, которая им нравится. Диалог между сотрудниками жилком и собственниками квартир налажен. Как рассказал технический директор управляющей компании, жильцы сами смогут решить, каким они хотят видеть свой дом, а также какую сумму хотят платить за содержание жилья. По тарифу никаких изменений не произойдет. Все это будет в счет содержания жилья без всяких целевых сборов. Но опять же скажу, что по решению жителей. Он может и измениться, и в меньшую сторону, и увеличится. Жители дома выиграли свою революцию. Пригласили нашу телекомпанию заехать в гости через год, когда будут произведены основные работы, и посмотреть, как преобразится их дом. Школа Олимпийского резерва. Такой статус получили сразу три учебных заведения МИАСа. Таким образом, наш округ стал единственным в Челябинской области, где больше половины спортучреждений обладают высоким статусом. Каких трудов стоило получить престижное звание, и как оно повлияет на учебный процесс, расскажет Валентин Ефимов. К своим нынешним победам спортсмены отделения парусного спорта шли с самого основания школы с 2003 года. С каждой новой победой рос статус отделения и мастерство ребят. Мы в этом году наездились, да, и на мир съездили, начинали от мира, там выступили хорошо, и на всероссийских, в последние соревнования в Геленджик закрыли сезон, там выступили хорошо, первый, второй, пятый, вот самый лучший, ну и десятый, вот такие. Ну, для нашего города, маленького, небольшого, вот такие результаты. Ну и в каком положении мы находимся, я думаю, это большое достижение до МИАСа. Мы проделали большой путь к этому и достигли до самого высшей точки встать школу олимпийского резерва для города МИАСа. Благодаря, прежде всего, им и другим отделениям, таким, как, скажем, горные лыжи, фристайл, сноуборд, наша школа приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 сентября этого года получила статус школы олимпийского резерва. Кроме гордости за свои спортивные достижения и высокий статус спортшколы, почетное звание принесет ребятам и улучшения в тренировочном процессе. Теперь спортсмены вправе рассчитывать, как минимум, на обновление и покупку нового спортинвентаря. Статус спортивной школы олимпийского резерва школам, во-первых, дает это дополнительные субсидии из областного федерального бюджета, вот с тем, что, допустим, у того же старта уже присвоена школа олимпийского резерва на следующий год, им уже выделено федеральное субсидие в 2,5 миллиона на приобретение спортинвентаря. Как рассказал руководитель управления спорта МИАСа, документы были поданы летом текущего года. Процедура оказалась не такой уж простой, как может представиться на первый взгляд. Владимир Васильев отметил, что среди критериев оценки учреждений спортивных направлений были результаты воспитанников за последние несколько лет. А, как известно, мясскому округу есть чем гордиться. В итоге статус спортивной школы олимпийского резерва получили спортивная школа номер 4, конькобежная секция и отделение по легкой атлетике, спортивная школа вертикаль, отделение скалолазания и спортивная школа старт, отделение парусного спорта, фристайла и сноуборда. Стоит отметить, что правообладателем высокого статуса в МИАСе является спортивная школа олимпийского резерва, отделение тяжелой атлетики. Оно было присвоено ей еще в 90-е годы. На сегодняшний день четыре спортивные школы мяса из шести носят звание олимпийских. Валентина Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ. Получить загранпаспорт за несколько часов до наступления Нового года, чтобы улететь семьей за границу. Миграционная служба объявила праздничную акцию. Загранпаспорт на ребенка младше 14 лет сейчас можно оформить за сутки. Заявление нужно подать через сайт Госуслуг. Необходимо зарегистрироваться, подтвердить свою учетную запись, выбрать услугу по оформлению заграничного паспорта для детей до 14 лет, отправить заявление. Когда заявление будет принято сотрудникам управления, либо подразделениям по вопросам миграции, вам будет направлено сообщение о приглашении для того, чтобы предоставить необходимый пакет документов. Специалист свяжется с заявителем в режиме онлайн, чтобы обсудить время, когда будет удобно прийти за документом. Вся процедура от подачи заявления до выдачи паспорта занимает 24 часа. Тур-операторы заявляют, в первые дни декабря вырос спрос на зарубежные туры. Они популярнее внутри российских. Южноуральцы подбирают путевки на праздники. Можно попасть на выгодные акции. К примеру, во Вьетнам встречались горящие туры за 22 тысячи рублей на человека, а на Гоа за 11 тысяч. При этом средний ценник для зарубежных курортов выше от 30 до 50 тысяч рублей. Туры на российские горнолыжные курорты в том же Сочи стоят примерно столько же. Однако южноуральцы все же предпочитают ездить на Новый год к морю. Конечно, в тепло. Нам, еще раз говорю, очень нужно солнце. Нам очень нужны положительные эмоции. И все-таки горнолыжка, она не для всех с точки зрения травмы, опасности, с точки зрения, когда мало снега, погодных условий, не все хорошо переносят холод. Поэтому, если есть паспорт, если есть возможность позволить себе отдых, конечно, в тепло. Миасцы также этой зимой предпочитают всей семьей ехать в теплые края. И в этом году желающих больше, чем в прошлом. В основном отдают предпочтение Индии и Таиланду. Там красиво, тепло и, главное, туры экономичные. Также пользуются большим спросом Шри-Ланка и остров Занзибар. Но этот отдых дороже. Миасцы начали заказывать путевки на зимние праздники с начала сентября. Турагентства предупреждают, за две недели до Нового года путевки вырастут в цене на 80%. Поэтому многие семьи уже купили билеты и собирают чемоданы в теплые страны. Ну а тем, кто ждет горячих предложений, как раз подойдет акция миграционной службы. Добавлю, что если в прошлом году при помощи портала госуслуг за грандпаспорта получили около 9 тысяч человек, то за этот год их количество превысило 57 тысяч. Отмечу, что при использовании электронного сервиса на услугу предоставляется скидка в размере 30%. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте телевидения Миаса. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 00 55. Завтра итоги недели подведет Дмитрий Скляров. Спасибо, что были с нами. Субтитры создавал DimaTorzok